Библейский портал экзегет.ру представляет приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегеты и вместе с вами мы будем рассматривать книгу деяний святых апостолов и очень рекомендую почаще обращаться к этой книге почему потому что она наполнена такой вот радостью воскресшего христа радостью о святом духе это вот главные темы книги деяний и к слову когда читается книга деяний во-первых вот прямо вот вечером перед пасхальным богослужением то есть великую субботу когда уже вторая половина дня вот уже ближе к вечеру и к ночи к пасхальному воскресному торжественному богослужению то в храмах уже читается книга деяний но не то чтобы вот богослужебным каким-то чином а просто вот чтецы читают книгу деяний а начиная с пасхального богослужения и дальше до дня пятидесятницы книга деяний читается каждую литургию в храме а почему так да потому что книга деяний это и есть свидетельство о воскресении христовым и свидетельство воскресшего христа вот евангелие чем заканчивается тем что спаситель пострадал за наши грехи да и воскрес он воскресает но ведь он воскрес не для того чтобы просто вот вознестись на небо и все нет он как и сказал прибывает с нами во все дни до скончания века и вот это вот пребывание господа в церкви его оно и запечатлено в книге деяний и и там каждая проповедь апостолов она именно о воскрешем христе вот как они там из петр и иоанн исцеляют страждущего да и и спрашивают каким именем вы это сделали да и они говорят что да будет известно что именем иисуса христа назареи которого вы распяли которого бог воскресил из мертвых вот им то этот человек поставлен перед вами здрав то есть спаситель победив смерть он остается в церкви и силы его воскресения действует постоянно там где люди вот искренно сердечно обращаются ко господу и и читается книга это до дня пятидесятницы именно потому что эта книга еще свидетельство о духе святом вот на чем заканчивается евангелие от луки евангелие от луки заканчивается ну там такие вот есть слова что спаситель говорит ученикам и я пошлю обетование отца моего на вас вы же оставайтесь в городе иерусалиме доколе не облечетесь силою свыше и книга деяния она как вот естественное продолжение здесь мы уже в начале читаем как бы повторение вот этой беседы да и там спаситель говорит вы примите силу как когда сойдет на вас дух святой то есть действительно дух святой дает подлинную силу силу душе иногда даже силу физическую когда вот многие подвижники они несли просто невероятные подвиги или мученики христианские их там истязают умерщвляют разрывают они как будто не чувствуют боли потому что с ними святой дух и вот это вот силы пребывает в церкви христовой господь говорит и вы будете мне свидетелями в иерусалиме и во всей иудее и самаре и даже до края земли и книга деяния она как раз описывает как начинается вот это свидетельство апостолов учеников христовых которые приняв благодать духа святого выходят с проповедью и везде проповедует но это вот так совсем вкратце а если вот еще немножко по существу то конечно же что мы видим что книга деяния она написана тем же самым автором что евангелие от луки раз евангелие от луки автор лука значит у книги деяния тоже лука а как мы это узнаем то что там обращение идет к достопочтенному феофилу да вот чтобы утвердить его в том учении в котором он наставлен и лука вот обращается к этому достопочтенному феофилу это действительно был некий высокопоставленный человек который услышал слово христе хотел побольше узнать и лука предпринимает такой вот обширный труд чтобы собрать все что касается жизни господа и а дальше то вот что да вот когда уже в евангелии записаны и конечно же хочется знать продолжение вот что было дальше лука он поэтому начинает книгу вот как явная такая связь к своим евангелием он пишет первую книгу написала к тебе феофил о всем что иисус делал и чему учил от начала до того дня в который он вознесся дав святым духом повеление апостолом которых он избрал его дальше продолжает продолжает лука и здесь уже вот и книга деяния это как бы продолжение продолжение евангелия от луки ну как вторая часть так скажем когда уже действуют ученики христовы и тут конечно же во первых мы видим вознесение господа а затем день пятидесятницы не спасла не святого духа и ученики христов они сразу преображаются вот чего не хватало им во время евангельской истории они еще были такие неустойчивы ну как будто вот нет внутреннего такого стержня который дает твердость духовную а потому что они еще не были причастны святому духу и бы святой дух он действительно дает силу и силу исповедовать веру да и стойкость во всяких испытаниях еще дух святой дает радость удивительную и вот эту вот радость мы тоже мою прослеживаем на страницах книги деяний у первых учеников у первых христиан но прежде всего силу когда уже апостолы смело проповедует перед теми же самыми фарисеями закону учителями старейшинами первосвященниками которых они до этого боялись а тут страх вот просто как рукой сняло и вот книга деяния она показывает как развивается проповедь апостолов и можно выделить как бы две части в книге деяний первое это с первой по двенадцатую главу а вторая уже часть с 13 главу по 28 и в общем то первые вот этой часть она относится к проповеди посреди иудеев они пытаются апостолы пытаются как бы пробиться через стену непонимания кто-то действительно обращается уже первой проповедь там тысячи обращенных потом еще там тоже тысячи но в целом народ оказывается глух к этому слова к слова евангелия и дальше уже вот когда павел вступает на первое место то там уже проповедь переходит к язычникам а поначалу вот именно ученики христовы в первой части там во главе как бы петр и иоанн вот два ученика в основном упоминается причем иоанн поменьше иоанн богослов петр видно что он такой был лидер конечно и вот они проповедуют и проповедь сопровождается наглядными знаменем так что петр один раз даже воскрешает умершую и даже тень проходящего петра она исцеляла больных и специально клали на носилках вот этих страждущих и тень проходящего петра исцеляла их ну не тень конечно а исцеляла благодать божия которая пребывала на петре этот вот святой дух данный в день пятидесятницы и мы видим как там конечно чисто такие человеческие ситуации когда они не всегда получается взаимопонимание и вот раздают они вспоможение неимущим женщинам прежде всего потому что вдовицы вдовицы были незащищенным социальным слоем и оказалось что вдруг вдовицы и среды эллинистов то есть тех которые жили не на строго на иудейских территориях да вот из греческих территорий иудейки они пренебрегаемые то есть прежде всего дают вспоможение материальное иудейкам чистокровным да которые вот строго на территориях иерусалима и иудейских территориях и поэтому из-за того что стал этот ропот возникать то избирают семь диаконов и апостола говорят что нам нехорошо отвлекаться от слова божия от проповеди слова божия от молитвы и заниматься такими вещественными делами но вещественные тоже дела были нужны поэтому избираются помощники и показывается вот это становление первой церкви когда тоже не все так вот гладко не во всем может быть возникает взаимопонимание даже появляются такие как анания и сапфира которые пытаются слукавить утаить за это наказано строго наказываются духом святым и фактически караются к смертью но в целом конечно же книга деяний свидетельствует о первой такой вот радость вы знаете когда человек обращается к богу только-только то набрёшь для себя веры как многие говорят что ну вот это там неофит такой еще и у него первое вдохновение вот помните тоже в апокалипсисе там господь немножко он ну попрекает там что вот попрекаю тебе за то что ты утратил первую свою любовь поэтому не надо думать что первая любовь это исключительно принадлежность неофитов она по идее должна жить у каждого мы просто теряем это со временем потом надо немножко так духовно взбадриваться очищать себя и вот это вот первая любовь ее нужно конечно же сохранять очищать вдохновлять и она как раз отражена в книге деяний и там мы например читаем как что да вот все верующие были вместе и имели все общее и что у них было единодушие и огромная радость и даже вот продавали имени всякую собственность и разделяли всем смотря по нужде каждого это такая особенность первой христианской церкви когда люди став общниками в небесном да они считали считали что что вот земным делиться ну это вообще как что-то такое совершенно понятное привычное и раздавали и сказали каждый день единодушно пребывали в храме прилет преломляя по домам хлеб принимали пищу веселье и простоте сердца хваля бога и находясь в любви у всего народа господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви и вот это вот первое вдохновение которое сопровождалось и многими чудесами и исцелением больных да и пророчество там вот прозорливость упоминаются все те дары которые впоследствии не оскудели на самом деле но когда стало много людей да то проявляются как бы в наиболее таких вот достойных представителях церкви и сейчас есть чудеса исцеления сейчас есть прозорливость дар пророчески у некоторых вот старцев мы это знаем все но не так чтобы прям вот каждый он был там прозорливцем чудотворцем потому что ну вот сами мы такую высоту духовной жизни не сохраняем и вот первая часть книги деяния она как раз повествует как начали на территории вот иудеи да и это вызывает противодействие и власти иудейские они поначалу просто вот попрекают там призывают одуматься потом более жесткие меры а потом мы вообще читаем что был убит ну прежде всего первомученик стефан архидиакон первый христианских мучеников да при этом на суде он созерцает самого господа и лицо его стефана сияет как лицо ангела украшенная чистотой благодати вот это небесной чистотой духа святаго а в противовес ему сидящие в синедрионе они скрежетали зубами рвались сердцами своими как сказано то есть вот этот контраст злобы мира сего и доброты и красоты истинных вот христиан чад церкви которые отражают себе красоту небесную и после этого начинается вот гонение да и кстати апостол иаков брат иоанна богослова он тоже был убит из двенадцати апостолов он первый умершлен то есть вот отражается уже начало мученичества в церкви христовой книга деяния она все отражает поэтому если кто хочет понять жизнь церкви он обязательно должен внимательно читать изучать книгу деяния а чем зато обернулось это гонение тем что христиане из иудеи начинают рассеиваться по другим местам выходят за пределы идут в частности в антиохию антиохия была центром сирийским и в антиохию стекались люди с разных мест то есть антиохия она находилась на пересечении разных путей там торговые дороги и много образованных жителей вот поэтому антиохия стала центром следующего распространения христианства именно в антиохии ученики господа впервые стали называться христианами вот когда появляется и где именно в антиохии имя христиане появилась высчитывается там даже год примерно это сорок первый год сорок первый год по рождестве христовым чуть петр кстати тоже вот мы говорим про гонение чуть петр было не был убит умершлен но чудесным образом ангел его выводит и вот потом он удаляется идет в иное место по одному из преданий он отправляется уже и в риме находится но книга деяния первая часть вот на этом заканчивается дальше уже переключается на апостола павла который проповедует больше среди язычников начинают с иудеев они не принимают тогда переходит к язычникам и в случае с павлом это ведь вообще уникально то есть книга деяния она еще изображает и промысл божий вот иногда мы смотрим на какого-нибудь злодея который там богоборец вот он такой жесткий и мы думаем ну нет этот никогда не обратиться оказывается для бога все возможно и вот такая погибшая душа как нам кажется она может стать такой служительницы господа что даже мы вот не дотянем до этого уровня и павел сначала он савл он сторожит одежды тех которые убивали стефана первомученика а потом сам он обращается и ну как сам как конечно господь его призывает господь является ему посреди бела дня когда савл движется в дамаск чтобы и тамошний христиан притеснять вот господь является и призывает и тут прозревает савл понимает что он-то думал что он богу служит когда гнал христиан оказывает что бог именно в христианстве и проявляет себя и вот это прозрение дай действия промысла божия который врага превращает в самого искреннего друга и служителя христова в это чудо величайшая и павел дальше вот как раз проповедует описывается его путешествие три миссионерских путешествий соответственно когда из язычников обращаются ко христу то христиане живущие в иерусалиме у них вопрос а чё же а ветхий завет тогда как им вот этим новообращенным христианам из язычников они ветхозаветные обряды должны соблюдать или не должны обрезание там субботы и так далее деление на чистые нечистые в пище как быть с ветхим заветом то есть что вообще проскочить ветхий завет или как и для этого вопроса созывается апостольский собор но по-разному там высчитывается 49 или 50 или 51 год по рождестве христовым и здесь мы уже видим что в церкви ни один человек решает не решает пётр не решает там иаков который был предстоятелем главой иерусалимской церкви а решается соборно и выносит соборное постановление что вот эти обрядовые предписания для христиан из язычников совершенно не нужны да а ну вот только чтобы они воздерживались от блуда от крови от удавленины то есть от вкушения крови от вкушения удавленины и не делали другим того чего себе не желает вот то есть фактически вот это иго ветхозаветных обрядов она снимается с обращенных из христиан ну видимо и для иудеев тоже такая привязка была уже не нужна что показывал и сам господь иисус христос в своей жизни так как он намного проще относился к этим обрядовым предписаниям он как бог он и был установитель этих ограничений и он дает новый путь путь нового завета по которому всем нам следует идти и вот во второй части книги деяния мы видим как церковь распространяется и павел совершает свои путешествия а потом конечно же тоже вот эта реакция со стороны иудеев и его подвергают ну его хватают хотят казнить около двух лет там в начале вот длится вот этот процесс когда его все-таки направляют на суд к римскому императору потому что он был римским гражданином и он имел право попросить суда у кесаря и дальше прибывает он в рим это и книга деяния она заканчивается весьма своеобразно она как бы даже не заканчивается в таком типичном смысле потому что там мы читаем и жил павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему проповедует царствие божие и уча о господи иисусе христе со всяким дерзновением невоспранно то есть вот два года павел проповедует а дальше что жив он или казнили его что там дальше не закончен а почему да потому что лука который был как раз спутником апостола павла он именно в это время и написал книгу деяний и собственно на этом и закончил очевидцем чего он был к настоящему моменту то есть это начало 60-х годов первого века большое гонение на римских христиан случилось в шестьдесят четвертом году когда нейрон ну из-за пожара из-за пожара в риме решил обвинить христиан на самом деле все улики были против самого нейрона он там хотел расчистить часть места для того чтобы вы выстроить новые дворцы себе и как бы он инициировал поджог ну так говорят древние римские не христианские источники указывают на него и он решил подыскать виновных и вот обвинил христиан этот это гонение было шестьдесят четвертом году а в книге деяний ни слова про это гонение также как ни слова про иудейское восстание в семидесятом году то есть книга деяния она где-то вот написано шестьдесят втором шестьдесят третьем году еще до вот этого большого гонения и в то время когда павел как раз прожил два года уже в риме то есть вот примерно когда пишет лука причем с какого-то момента лука мы видим что он как вот становится в отличным здесь вот спутником павла то есть первая глава он описывает с чужих слов а потом уже во второй части книги деяний он вдруг пишет и мы отправились туда да и вот мы там на корабле и вот буря да и мы не знали что там и как будет то есть он уже личный очевидец вот этих событий происходивших в миссионерских путешествиях апостола павла и наверное он вел такой дневник или там судовой журнал вот как некоторые говорят вот этот дневник путешествия и описывал и то что происходило потом вот это включил в свою книгу вот если вкратце говорить про то что что дает нам книга деяния она очень много дает она нас вдохновляет она напоминает нам про нашу собственную первую радость обращение ко господу встречи вас воскресшим христом да с благодатью духа святаго которая живет в церкви и она показывает начало истории вот церкви как церковь стала развиваться и может быть поэтому вот книга деяния она и не оканчивается в том смысле что вот церковь начала тогда свое существование и дальше уже история церкви продолжается в житиях святых в непосредственных вот исторических событиях которые мы узнаем уже из других книг потому что благодать святого духа она продолжает действовать ну вот так вот вкратце мы немножко поговорили о книге деяния святых апостолов чтобы почувствовать ее дух ее стиль особенности содержания и дальше мы будем уже непосредственно рассматривать вот и приобщаться тому сокровищу тому богатство которое содержится на страницах книги деяний храни вас господь братья и сестры непременно будем вместе читать изучать и толковать книгу деяний и и и и и и и и